Однозначно всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено выбору мониторных наушников. Первые мои наушники были куплены по отзывам из-за рубежа. Шуры 440. Они являются действительно мониторными наушниками. У них ровный, четкий, насыщенный, натуральный звук. Все как и должно быть у мониторных наушников для мониторинга, для правильной подачи звука. После того, как у меня произошел казус, я решил выбрать другие наушники. Следующими стали Beyerdynamic. Отзывы русскоязычного сегмента просто в восторге все там. Возможности у меня послушать их не было, так как я их заказывал из-за рубежа. Одел их и через 2 минуты я понял, что это говно никаким боком не привязано к мониторным наушникам. Первое. Они искажают звук во всем диапазоне частот. При проигрывании басистовой партии они начинают захлебываться. Если вы захотите добавить через эквалайзер низкой частоты какой-либо ползуночек, данные наушники захлебываются и во всем диапазоне, естественно, искажается звук. Звук они сами по себе воспроизводят ненатурально. Я знаю, как звучит гитара. Я знаю, как звучит струна. В шурах она звучит натурально. Beyerdynamic – это не струна гитары. Это леска, натянутая на палку. Это обычные наушники, как в магазине, продаются до 3000 рублей. Перед тем, как их продать, постараться как-то передать вам этот звук, снял свой микрофон, прижал очень сильно и включил трек. Записал трек на Beyerdynamic и также тот же самый трек записал через шуры. Все делал одинаково в обоих случаях. Данный трек я предлагаю вам послушать, чтобы вы поняли, о чем я вел речь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Я надеюсь, данное видео принесет вам пользу. Всем удачи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok